Жизнь в шадринских школах не останавливается, даже после введения карантина. Зимой 2020 года зауральские учебные заведения уже уходили на вынужденный отдых в связи с повышением уровня острых респираторных вирусных инфекций. Сейчас же во всей области введены ограничительные меры в связи с профилактикой коронавируса. На фоне мирового всего коронавируса происходящего мы предполагали, что возможно это все дойдет и до России, в частности до Шадринска. Мы к этому были готовы, организовано дистанционное обучение, индивидуальное занятие с обучающимися. В большей степени, конечно, мы опасаемся за обучающихся 9-11 классов, потому что у них итоговая аттестация. Но думаю, что и здесь сделано уже значительно для подготовки их, поэтому думаю, что все будет хорошо. Пустые кабинеты и коридоры в школах, а учебный процесс между тем продолжается. В век современных технологий гимназисты учатся дистанционно, решают тесты, пишут сочинения и даже записывают голосовые сообщения, имитирующие устную форму ответа. Как рассказывают педагоги школы, у них очень ответственные ученики, которые прежде всего сами заинтересованы в развитии и новых знаниях. Конец четверти оставалось буквально доучиться 3-4 дня, чтобы закончить четверть в нормальном режиме, не переходя на дистанционное обучение. Но получилось так, как получилось. А в настоящее время для того, чтобы закончить третью четверть, мы выкладываем домашние задания на сайт. Мы работаем с детьми в режиме онлайн, то есть используем социальные сети. Дети присылают видеосообщения, аудиозаписи с устными ответами, дети присылают скриншоты выполненных заданий, приносят тетради в индивидуальном порядке, не превышающем количество учащихся в классе, то есть те, кто могут посещать. Ну вот осуществляем контроль таким вот образом. То есть детям даны задания, дети их выполняют, и идет контроль по выполнению этих заданий. Продолжаются в гимназии и индивидуальные уроки с преподавателями. Чаще всего такой формой обучения пользуются школьники, которые хотят исправить оценки в преддверии окончания третьей четверти, а также выпускники девятых и одиннадцатых классов, которым летом предстоят экзамены. Посещение гимназии в период карантина строго регламентировано, а преподаватели прикладывают максимум усилий для сохранения здоровья учащихся. Во-первых, мы, конечно, определяем тех учеников, у которых есть проблемы. Далее мы связываемся с родителями, согласовываем с ними данный факт, чтобы они были не против посещения школы, гимназии в индивидуальном порядке работы. И строим потом с учетом этого всего дальнейшую работу. Также гимназия активно использует электронные учебники. Из-за перехода школ на дистанционную форму обучения группа компаний «Просвещение» приняла решение предоставить образовательным организациям бесплатный доступ к своим учебным и методическим материалам. Электронное пособие полностью повторяет наполнение печатного издания, но может иметь дополнительные функции, расширяющие возможности книжной версии. Активно сейчас используем электронные учебники. Российская электронная школа, сайт, где есть не только учебники, но и тренажеры. Также «Просвещение» тоже открывает доступ для образовательных организаций бесплатных, где в доступе бесплатном будут и учебники, и тренажеры для закрепления. Это, конечно, большой плюс. Также на сайте «Яндекс» есть тоже создание своего класса, где дети выполняют задания, и учитель без проверки уже получает выполненный результат. То есть, как ребенок выполнил и какие у него результаты, где ошибки, где недочеты и так далее, это все уже видно и прорабатывается индивидуально. Обучение шадринских школьников продолжается даже в условиях повышения уровня безопасности на территории региона. По словам сотрудников гимназии, по работе учеников во время карантина можно сделать важные выводы, насколько школьники заинтересованы в саморазвитии, и, исходя из этого, скорректировать педагогическую работу после снятия всех ограничений.